Стратегические валютные резервы Азербайджана в первом полугодии 2018 года увеличились на 5,6% и достигли 44,2 миллиарда долларов. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов. Структуре стратегических резервов 37,7 миллиарда долларов пришлось на аксивы Госнефтефонда, миллиард на остатки на казачейском счёте Министерства финансов и 5,5 миллиарда на резервы самого Центробанка. Данный показатель значительно превышает сумму трёхмесячного импорта товаров и услуг. Кроме того, глава Центрального банка сообщил о решении управления сохранить учётную ставку на прежнем уровне 10%. При этом верхний предел процентного коридора находится на уровне 12%, а нижний предел на уровне 8%. Он отметил, что в следующий раз параметры процентного коридора будут обсуждаться в октябре 2018 года. По словам главы Центробанка, одно из причин принятия такого решения связано с тем, что в первом полугодии наблюдался профицит платёжного баланса, а также высокая динамика экономической активности. Кроме того, индекс потребительских цен сохраняет тенденцию снижения и находится на однозначном уровне. Поэтому существует потенциал для дальнейшего смягчения монетарной политики. За шесть месяцев 2018 года среднегодовая инфляция в стране составила 3%, что на 6-8% ниже ранее прогнозируемого коридора. За указанный период уровень среднегодовой инфляции снизился в более чем 4 раза по сравнению с максимальным показателем июня 2017 года, который составлял 14%. Снижение уровня инфляции обусловлено укреплением номинального эффективного курса Моната, управлением денежным предложением на оптимальном уровне, снижением инфляционных ожиданий и сезонными факторами. Председатель правления Центробанка Азербайджана рассказал о продолжении работ по переходу на режим плавающего курса национальной валюты Монат. У нас есть планы. Для перехода на режим плавающего курса в первую очередь нужно создать соответствующие условия. Для плавающего курса должен существовать либеральный, дифферсифицированный валютный рынок. В результате проведенных в последнее время работ в среднесрочной перспективе может быть создан дифферсифицированный валютный рынок. Соответственно, мы можем перейти на плавающий курс, параллельно реализуя другие меры. Он также сообщил, что как Центробанк, так и правительство страны продолжает работу над улучшением кредитного рейтинга Азербайджана. Напомню, что на днях два международных рейтинговых агентства ФИЧ и СНП обнародовали свои отчеты по Азербайджану, где были отмечены позитивные изменения в экономике страны. Так, ФИЧ подтвердил долгосрочный суверенный рейтинг на уровне BB+. А СНП сохранил долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в местной и иностранной валютах на уровне BB+. Медин Грубанова, Рухам Бадалов, Наиб Гаджиев, CBC.